Луи де Финес, его полное имя Луи Жермен Давид де Финес де Галарса, родился 31 июля 1914 года в Курбивоа, а умер 27 января 1983 года в Нанти. Французский киноактер, кинорежиссер и сценарист испанского происхождения, один из величайших комиков мирового кино. Существует бесчисленное множество актеров, которые заставляют зрителей плакать, но те, которые способны смешить, встречаются гораздо реже. Я Ирина Алан. И я. Да. Мерси, Луи. Похоронен Луи де Финес на кладбище в городке Леселье во Франции. Там же, где и жил вместе с семьей. В поместье, или, правильнее будет сказать, в замке, или в усадьбе, Клермон. Замок когда-то принадлежал семье Гида Мапасану. Хочу напомнить, что Гида Мапасан знаменитый французский писатель. Луи де Финес порой любил упомянуть фамилию Гида Мапасан, как бы намекая на связь родства жены с Гида Мапасаном. Хотя, по некоторым сведениям, родственники его жены Жанны были всего лишь однофамильцами этого знаменитого писателя. Луи де Финес неохотно водил машину, удил рыбу, выращивал розы. Есть даже сорт розы Луи де Финес. Он очень любил выращивать, как сейчас модно говорить, экологически чистые продукты и обеспечивал ими семью. У него была любимая собака-царь. Любил он и кошек. Хотя он был, как говорят, скрягой, но он хотел, чтобы в Советском Союзе фильмы с его участием смотрели бесплатно. Загородная усадьба Луи де Финеса после его смерти была продана. Созданный при ней музей закрылся в 2016 году. Наследники не смогли выкупить помещение у новых хозяев. Как любил шутить Луи де Финес. Я знаю, какой будет моя самая удачная шутка. Какая же? Мои похороны. Я должен сыграть это так, чтобы они обхохотались.